Всех приветствую ребята, в этом ролике я вам расскажу о том, как я решил уйти на рыбалку, я вам подробно все расскажу, покажу там и так далее, поэтому от вас хочу увидеть максимальную активность, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вот эти промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч, вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, бери с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, начнем я думаю с того, что с дальнобойщиков я уходить не буду, потому что осталась независимая цель, а именно вкачать 120 скилл, поэтому периодически я все таки буду катать дально. Моя цель это реально вкачать хороший скилл рыбака, потому что на дальнобойщиках у вас есть барьер, это 1 миллион, который вы можете заработать на дальнобойщиках. Не, я не спорю, работа дальнобойщика хорошая, интересные рейсы, все пиздато, но я хочу зарабатывать больше, единственный вариант это пойти либо на ферму, либо на рыбалку. То есть как по мне рыбалка более такая интересная работа, чем ферма, лично по моему мнению. На рыбалке работать намного проще. Короче ребята, получается моя цель это вкачать 20-30 скилл на рыбалке и сидеть просто на сетке, зарабатывать те же самые деньги, что на дальнобойщиках, а может даже больше. То есть как бы работать дальнобойщика тебе нужно постоянно ездить, ловить рейс там туда-сюда, жила-была. А так я вкачаю на рыбалке скилл там 20-30, куплю себе вторую сетку и как бы буду сидеть, зарабатывать те же самые деньги, возможно даже больше. А если совмещать как бы сетку и удочку, то можно зарабатывать вообще очень хорошие деньги. То есть я реально понял то, что дальнобойщики это хорошо, но рыбалка, пацаны, все-таки это реально одна из самых прибыльных работ. Если вот так вот сравнивать, там рыбалка, ферма, дальнобойщики, дальнобойщики на последнем месте по заработку. Ну и как вы понимаете, для рыбалки мне нужна была личная лодка, потому что сидеть на пирсе, либо вложить там в магнум рыбу, в буханку там и так далее, меня такая тема не устраивала. Я хотел как бы начать знаете, с самого верха просто, именно на личном катере рыбачий, чтобы сидеть просто с кайфом и ни за что не переживать. И мой взгляд упал получается на вот такой вот Альтаир. У меня изначально был круизер, я его покупал на перепродажу, я думал то, что они как бы подорожают со временем. По итогу у моего знакомого появился этот Альтаир, я ему приложил обмен с моей доплатой. Фишка этого катера заключается в том, что здесь стоит аудиосистема. Да, многие скажут то, что это бесполезная тема, зачем она в принципе нужна, но ребятки, я всегда хотел себе катер с аудиосистемой, мне когда-то предлагали круизер, но я его не смог купить. И здесь выскочил такой вот Альтаир, и я не думаю, просто реально захотел его забрать. Но как бы на минуточку, такие вот Альтаиры продают по 70-75 миллионов без аудиосистемы, а я за 88 купил с аудиосистемой. Я считаю то, что это очень неплохо. Почему вы не сможете сделать себе такой же катер? Да потому что запретили системно ставить аудиосистему на катера. То есть здесь у вас даже есть аудиосистема там в призах, в винтаре, вы не сможете ее поставить, то есть это запретили. Насчет вместительности, ребята, давайте я вам покажу, то есть вот сортировка и здесь информация о винтаре. То есть сюда можем положить 200 наживки, а в круизер можно положить 160 наживки. Багажник здесь как бы, ну, такой же самый, я так понимаю, как и в круизере, только здесь влезает больше наживки. Также, что отличает этот катер от круизера, здесь получается вмещается 5000 килограмм рыбы. В круизер вмещается 3000 килограмм рыбы, то есть в альтаире на 2000 килограмм как бы больше. Но многие не любят этот катер из-за того, что он медленный. Максимальная скорость у него 96 километров в час, при том как круизер может ехать там 250 или 300 даже километров в час. Альтаир не любят за его маленькую скорость, но зато можете сидеть реально долго, рыбачить, потому что 5000 килограмм, как бы, зафолить достаточно сложно. То есть вот, кому интересно, я покажу свои скиллы. Моя задача это вкачать 120 дальнобойщика, в принципе, до 119 осталось немножко. Также я хочу вкачать 50 скилл таксиста. И самое сложное, это вкачать рыбалку, потому что у меня всего лишь 6 скилл. Я хочу хотя бы до конца лета постараться вкачать 10. На самом деле, рыбалку прям жесткая, начну качать уже после лета. Также из улучшений у меня получается куплено удачливый, куплен силач и куплено первая сетка. Вот, как бы, есть вторая сетка, она стоит 500 песочков, как бы, я на нее уже коплю. То есть, по факту, все, что нужно для рыбалки, у меня, как бы, есть. Поэтому просто все зависит уже только от меня. Ну что ж, ребятки, я вроде бы вам все рассказал, показал, как бы, мои планы, мои желания, там, и так далее. То есть, я реально хочу вкачать рыбалочку, чтобы вот так вот с кайфом просто пошел. Закинул сеточку, включил себе фильмец, сериальчик, видосик в ютубе. И просто сидишь, зарабатываешь бабосик, и при этом ты практически ничего не делаешь. То есть, я считаю то, что это реально по кайфу. Дальнобойщики я не бросаю, как бы, да, я вкачаю 120 и уже полностью, скорее всего, перейду на рыбалку, чтобы максимально быстро ее прокачать. Надеюсь, ребята, на вашу поддержку, на ваше понимание. Реально, не люблю рыбалку, вы сами это прекрасно знаете. Мне рыбалка нравится именно в плане сетки. То есть, на сетке рыбачить мне реально было по кайфу, когда их добавили. На удочке, да, меня эта хуйня бесит, напрягает, но без этого никак. Как бы, если хочешь хорошо зарабатывать на сетке, тебе нужно прокачать хорошо удочку. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял, всем пока-пока.